Привет, я Аня и ты на канале Magic Family И да, ребят, как я и обещала Вконтакте и в Инстаграме я держу вас в курсе По поводу состояния моей собаки Софиши Она болеет и, как я говорила, я не хочу лишний раз Ее беспокоить и снимать в роликах Потому что она плохо себя чувствует Просто решила вам показать, что вот она, Софиша Она с нами, мы лечимся И я надеюсь на самое лучшее, поэтому нужно держаться на позитиве Я сейчас Софишу уберу отдыхать А мы начнем Ну что ж, а сегодня, я думаю, будет очень интересное Эпичное и веселое видео Недавно в ролике реакция котенка И собак на робота-пылесоса я спросила вас Чью реакцию вы еще и на что хотите И очень многие Написали, что ты делаешь Что хотят реакцию котенка Кисы Алисы на хомячков Потому что она еще их ни разу в жизни не видела Нельзя кусать пальцы Алиса Так что подписывайся на наш канал Чтобы не пропускать новые ролики А мы начинаем наше первое знакомство Что такое? Да Я уже снимала первую реакцию собак на хомячков, когда они только появились И реакцию щенка Юмичу Но это собаки, а кошки это все-таки что-то другое Ведь они охотятся на мышей И поэтому, прежде чем снять об этом видео, я решила все-таки изучить информацию Правильно ли я поступлю Алиска зашла в туннель, сейчас по-любому будет нападать на Юмин хвост И раз Алиска росла на улице, то скорее всего у нее другое отношение к грызунам, чем у кошки, которая вообще никогда не видела мышек Вот-вот, как я и говорила, Юмин хвост это игрушка Сначала я стала искать всякие ролики, как кошки общаются с хомяками И нашла популярный на канале Сливки Шоу ролик, как Куки знакомится с хомячком Степой Я решила все-таки пойти и почитать информацию в интернете И узнала, что взрослую кошку с хомяками знакомить небезопасно Потому что у нее уже очень сильно развит охотничий инстинкт И она просто может воспринять хомячков, как мышек и захотеть их съесть А вот маленького котенка можно знакомить с хомяками даже без клетки Потому что у него еще не так сильно развит охотничий инстинкт И нужно быть аккуратным и посмотреть на его реакцию И возможно даже есть такие случаи, когда котенок может подружиться с хомяком Нужно все сделать постепенно То есть сначала показать Алисе хомячков в клетках Посмотреть, как она будет на них реагировать А уже потом можно будет их потихоньку достать Аккуратно, чтобы хомячки не спрыгнули с рук И показать ей, если она не будет слишком агрессивно на них реагировать Зачем так заинтересованно наблюдает киса Алиса Юмичу? Затем, как кушает Рики Куда ты залезла? Кто это там бегает, а? Ребята, если вы тоже любите реакции, то ставьте лайк этому видео И пишите в комментариях свои идеи, чью реакцию и на что вы еще хотите Алиска, мне кажется, уже явно проявляет какие-то охотничьи инстинкты Рики там что-то шкребет, а Алиса прям заинтересована им Что, покемон? В 74 вышли обновления кошки и собаки И я думаю, купить мне их или нет И сделать ли там своих всех питомцев Посмотрите на Алиску, она залезла А себя я уже там сделала Это на моем канале Animagic Вы можете посмотреть, я ссылочку в описании внизу оставлю Кто там живет, Алиса? Ты еще никогда не видела таких животных Какие у вас питомцы и какие у них отношения? Посмотрите на этих двух любопытных мордах Ну что, вы готовы? Привет, Рики! Где кошка? Кошка наблюдает с той стороны Сейчас мы будем постепенно знакомить Рики с Алисой Но делать это нужно очень аккуратно Чтобы он не спрыгнул И чтобы она на него не напала Потому что кошки Куда ты полезла в его дом? Алиса! Нельзя! Не лезь в дом! Нет! Вылези оттуда! Алиса! Алиса, вылазь! Вот он, Рики! Вот он! Алис! Алиса! Она вообще не понимает, где он Алиса! Алис! Вот он! Вот Рики! Пока Алиса реагирует очень спокойно Так, аккуратно Я прочитала, что нужно держать хомячка на руке И дать кошке понюхать его Но ни в коем случае не лизать и не кусать Просто понюхать Вот, понюхай Это Рики Но смотрите, Алиска как будто не так уже активно на него реагирует Она вообще понюхала его и больше не смотрит даже Чтобы хомячку и кошке это не было стрессом Их нужно познакомить вот так вот постепенно И не надо заставлять ее гонять хомяка Она до сих пор думает, что там кто-то другой Так, она обратила внимание на Лаки, которая передвигается по туннелю Сейчас я запущу Рики на его игровую станцию И посмотрим, как она будет реагировать на него Если он будет двигаться А не будет у меня в руке Все-таки реагирует она на него Она как кошка на мышку Мне кажется, она хочет его словить Почему еще с хомячком можно знакомить именно котенка маленького? Потому что котенок, он не настолько большой Чтобы навредить хомяку И если он захочет с ним как-то попытаться поиграть То у него еще не такие большие зубы, когти И не такой сильный удар, чтобы как-то хомячку навредить Но Алиска, мне кажется, реагирует поохотниче Тихо Нельзя на него нападать Поэтому, видимо, познакомиться прям по-настоящему Ой, сам Рики пришел к ней Он сам ее хочет понюхать Нападать нельзя Нельзя нападать Нельзя, Алиса, нападать Можно только общаться, дружить Но не гонять Рики Где он? Вот он с этой стороны У нее проявляются какие-то охотничьи инстинкты Она пытается Нельзя только нападать на него Как-то его Как кошка на него среагировать Как, в принципе, и положено кошке ловить мышей Рики решил побегать в колесе Алиса за этим наблюдает А сейчас попробуем познакомить ее с Лаки Мне кажется, с Рики они неплохо познакомились Вот она наша Лаки Кстати, у Лаки на носу появилась какая-то залысинка И я хочу вот буквально на днях показать ее ветеринару Я не знаю, что это, ребят Но, в принципе, чувствует она себя хорошо Она кушает, бегает Играет Посмотрите на этих ребят Алиса, смотри Это Лаки, Алиса Лаки Нападать на нее нельзя Можно только ее понюхать Но не лизать и нападать на нее нельзя Так, Алиса познакомилась с Лаки Да, Алис, это Лаки Лаки и Рики Нет, лапкой нельзя Смотри, какие они милые, Алис Алиса, так как она еще котеночек Может сдерживать свои охотничьи инстинкты И не нападает на них Она просто за ними с интересом наблюдает Чтобы хомячкам тоже это не было стрессом Нельзя позволять кошечке как-то причинять им боль какую-то То есть, пожалуйста, наблюдай, знакомься, нюхай, но не обижай Рики и Лаки вообще не убегают от Алисы Видимо, потому что они не чувствуют в ней какой-то опасности Я видела такие фотки, когда джунгарики и хомяки прямо дружат с котами То есть кот лежит, а у него на животе хомяк И он даже не охотится за ним Ребят, вы что там делать собрались? Нет, дети нам не нужны Они решили вдвоем в колесе побегать Кстати, мне говорили расселить Рики и Лаки Потому что они будут драться А они вообще у меня не дерутся Даже когда встречаются Они наоборот начинают обниматься, целоваться Когда так долго разлучены Рики, ты что делаешь? Нам не нужны дети Так что не надо тут Ну, конечно, нельзя их оставлять без присмотра с кисой наедине Иначе она все-таки может натворить бед Поэтому даже когда... Ой! Кто там упал? При этом она на него не нападает Она его нюхает Да, Олесь? Просто нюхаешь? Рики с крыши шлепнулся, а Алиска просто его нюхает Ну что, вы подружитесь? Станете друзьями? А? Если бы здесь была Софиша, она бы очень активно реагировала на хомячков Она ими очень интересуется Но вот, например, Эйвану и Миши вообще все равно Они там лежат, спят Юмичу только немножко интересно Но она уже знакома с Рикки и Лаки Мне кажется, что если бы я Алиске разрешила, она бы с удовольствием поохотилась на Рики и Лаки Алиса, нападать на них нельзя То есть я все время пресекаю ее поведение, ругаю ее Но у нее есть постоянное желание все-таки словить Рики и Лаки и напасть на них А они, по-моему, и не особо ее боятся Хотя, может, если нельзя, мы будем каждый день ее с ними знакомить нельзя Не нападай То она все-таки подружится с ними Нет, Алис, не нападай на малышей Посмотрим, получится ли у нас Смотрите, скалолаз полез Лаки, заходи Алиса сразу настораживается Такая, вот, прям, ловить пытается все-таки их Да, Юмичу? Смотри, кто это? Кто там в туннеле? Алиса опять залезла в клетку Дай закрою Все, хомяк уже не нужен Есть лучшая подруга У Юми с Алисой очень классные отношения Они прям как лучшие друзья Они вместе играют, вместе спят И моют друг друга Бесятся Ну, вообще, прям, какие-то такие Я прям безумно рада, что Алиска с Юми так подружились Кстати, посмотрите, как Алиса подросла уже И что они и играют вместе, и вообще Они дерутся, но так, играючи Потому что, если бы Алисе не нравилось Она бы просто-напросто убежала куда-нибудь Но она продолжает делать это с Юмичу Ну, посмотрите на них Посмотрите на это Кстати, на их личном канале, именно питомцев Где я их озвучиваю, тоже постоянно выходят ролики Так что подписывайтесь и смотрите новые видео там Раньше наша девочка Лаки жила вот в этой клетке А Рики жил вот в этой вот клетке с туннелями Так вот, со временем я поменяла их местами Потому что я поняла, что Лаки гораздо более комфортно будет в этой клетке Потому что она очень активная Ей нравятся всякие туннели Ей нравится лазить по лесенкам, лежать в гамачках Бегать в колесе А Рики более спокойный И у него другие увлечения Ему, например, нравятся очень качельки Машинки Причем прям катается вот в этой штучке И если Лаки не спала вообще вот в этом домике Как бы над землей То Рики обожает там спать И Рики очень нравится вот этот вот туннель сверху вниз Он постоянно по нему бегает А Лаки наоборот Сидела на каком-нибудь этаже Поэтому очень удачно поменяла я им клетки И получилось, что им обоим теперь весело в своих домиках Мне кажется, первое знакомство Кисы, Алисы, с Рики и Лаки Прошло не так уж и плохо Так что, если уже она будет на них нападать То придется просто клетки убрать в ней Ее доступа, чтобы она не создавала им лишний стресс Не пугала их А мы с вами увидимся через, по-моему, 4 дня Ну, в общем, 18 ноября на выставке в Москве Всю информацию я, как всегда, в Инстаграме и ВКонтакте Еще вам напомню Подписывайтесь на все наши каналы Переходите, смотрите другие ролики По ссылочкам Мы увидимся скоро в новых видео Пока!